Как находить сумму квадратов натуральных чисел от единицы до n включительно? На канале уже есть видео, где мы взяли уже готовую формулу для данной суммы и доказали ее. Кому интересно, ссылка будет в описании. Но самого вывода формулы там не было. Поэтому прямо сейчас попробуем ее получить. И начнем мы с куба суммы следующего вида. k плюс единица в кубе. По готовой формуле можно расписать как куб первого плюс утроенное произведение квадрата первого на второе. Единицу можно не писать. Плюс утроенное первого на квадрат второго и плюс куб второго. То есть единица. Запишем данную формулу для k равном. Для k равном единице 2, 3 и так далее n. Начнем с k равном единице. Если k равно единице, тогда в левой части у нас получается 2 в кубе. А в правой части у нас будет единица в кубе плюс 3 умножить на единицу в квадрате плюс 3 умножить на единицу плюс единица. Берем k равное 2 и так же подставляем в эту формулу. Получаем второе равенство. 3 в кубе равно 2 в кубе плюс утроенное умножить на 2 в квадрате плюс 3 умножить на 2 плюс единица. И так далее. Далее подставляем вместо k n. Получаем n плюс единица в кубе равно n в кубе плюс 3n квадрат плюс 3n плюс единица. Сложим все эти равенства. Складываем в левые части. Получаем 2 в кубе плюс 3 в кубе плюс и так далее. Давайте так сразу запишем. Плюс и так далее. Плюс n плюс единица в кубе. В правой части будем складывать отдельно. Первые слагаемые отдельно сложим, потом вторые и так далее. Складываем первые слагаемые. Получаем единица в кубе плюс 2 в кубе плюс и так далее плюс n в кубе. Складываем вторые слагаемые. 3 сразу можно вынести за скобки. В скобках получаем 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс и так далее. Плюс n в квадрате. То есть мы как раз получили скобку, которую нам нужно найти. А это значит, что из этого уравнения мы как раз и будем находить вот эту скобку. Это наша цель. Плюс 3 умножить на 1 плюс и так далее плюс n. И плюс n штук единиц. Это n. Попробуем выразить куб суммы. То есть куб суммы оставляем в левой части. Все остальное переносим в правую часть с противоположным знаком. И сразу приводим подобные слагаемые. Тогда у нас остается n плюс 1 в кубе. В правой части после приведения подобных слагаемых остается 1 в кубе. То есть 1. Мы отдельно сейчас ее просто запишем. Вот так. И плюс. Ну, во-первых, остается вот то, что нам нужно. 3 умножить на 1 квадрат плюс и так далее. Плюс n квадрат. Плюс. И давайте с этим поработаем. Вот что это такое? Это в скобках сумма натуральных чисел от единицы до n включительно. Мы ее можем найти как сумму арифметической прогрессии. То есть у нас тогда получится. Ну, во-первых, 3 перепишем. И надо взять первое, первый член прогрессии, плюс последний, плюс n, умножить на их количество, а их там n штук, и разделить на 2. Да плюс еще n. Идем дальше. И вот теперь уже можно выразить то, что нам нужно. Попробуем выразить сразу. 3 умножить на 1 в квадрате плюс и так далее плюс n квадрат. Равно. А в другой части у нас тогда, во-первых, остается n плюс 1 в кубе. А все остальное со знаком минус у нас пойдет влево. Тогда у нас будет минус 3 умножить на n плюс 1 на n и разделить на 2. До минус еще n плюс 1. Левую часть переписываем. 3 умножить на 1 квадрат плюс и так далее плюс n квадрат. В правой части n плюс 1 можно вынести. Остается тогда в скобках у нас n плюс 1 в квадрате. Минус 3n разделить на 2 и минус 1. Далее давайте, наверное, так. Так, левую часть сразу можно поделить на 3. Ладно, пока не будем делить. Значит, 3 на 1 квадрат плюс и так далее плюс n квадрат. А вот в правой части мы вот здесь можем привести к общему знаменателю, сразу раскрыть скобки и привести подобные слагаемые. Тогда у нас получается n плюс 1 умножить на дробь. В знаменателе у нас 2. И давайте там сразу приведем. Так, у нас тогда там будет 2n квадрат плюс 4n до минус 3n. Значит, будет плюс n. После приведения подобных у нас остается 2n квадрат. Но единица уходит, потому что тут же будет минус 2. И здесь тоже у нас. То есть единица у нас уходит. Тогда у нас получается 2n квадрат плюс n. 4n минус 3n это будет n. Да, все, больше ничего там не будет. Ну и теперь можно... Давайте сразу делим обе части на 3 и окончательно получаем 1 в квадрате плюс и так далее плюс n в квадрате равно дробь. В знаменателе тогда мы на 3 делим, это будет 6. А в числителе... Ну вот здесь мы тоже n вынесем за скобки. Значит, тогда у нас получается n умножить на n плюс единица. А еще у нас остается 2n плюс 1. 2n плюс единица. И мы получили то, что искали. Кому понятно, как находить сумму квадратов натуральных чисел от единицы до n включительно, ставьте лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok